От демографии до международной кооперации экономика региона сегодня масштабная, охватывая 12 национальных и 45 региональных проектов. Общая сумма трат – более 23 миллиардов рублей. Отчет губернатора изобиловал цифрами и был скрупулезен. Национальные проекты, принятые по инициативе нашего президента в 2019 году, дали колоссальный импульс к развитию. В Рязанской области 12 направлений развития. За все это время, за время реализации национальных проектов, на них направлено более 81 миллиарда рублей. В Рязанской области – это и федеральный, и региональный бюджет. Я вот сейчас специально выхожу за пределы одного года, чтобы показать, какой прогресс достигнут за счет тех решений президента. Губернатор уделил внимание в том числе и эти проблемные вопросы, с которыми мы столкнулись в 2023 году и как они решались. И поставил достаточно подробные, четкие задачи и цели, которыми следовать будет регион в 2024 году. И вот эта такая работа выстроенная, которая проходит обсуждение с обществом, с гражданами, проживающими на той или иной территории, она нашла поддержку. Построено 28 детских садов и 5 домов культуры. Еще 9 ДК отремонтировали капитально, обустроили 23 модельные библиотеки. За весьма короткий срок, 4 года, региональные власти благоустроили более 180 общественных территорий. По словам Павла Малкова, серьезные успехи у Рязанской области и в ключевых сферах – промышленности, сельском хозяйстве, если смотреть статистику показателей нашего региона выше средних по стране. Все прекрасно помнят, с какими проблемами столкнулись агрария в прошлом году. Прошлой зимой тогда из-за сложных погодных условий погибла большая часть озимых в целом ряде районов. И все равно прирост погоды по сельскому хозяйству плюс 4,5%. Самыми затратными нацпроектами стали безопасные и качественные дороги, а также жилье и городская среда. На них потратили почти 9 и более 4,5 миллиардов соответственно. В результате отремонтировали сотни километров дорог, построили 89 километров линий искусственного электроосвещения, благоустроили 26 общественных и 6 дворовых территорий. И это только за прошлый год. После основной части свои вопросы по проектам и будущим перспективам развития задали региональные представители фракций. Каждый, кто просто внимательно услышит, увидит, как много сделано. И все-таки главное, я бы сказал, не в той части, где очень много сделано. Это на самом деле люди оценивают. Потому что то, что сделано, это качество жизни людей. И когда улучшается здравоохранение, когда вот те меры, которые принимаются хотя бы для раннего выявления инфаркта, мы же знаем, что это главная причина смертности. И вот сокращение даже на несколько процентов смертности – это жизнь людей. А что может быть дороже? За прошлый год на новый уровень вышло и здравоохранение. Уже работает главный лечебный корпус областного клинического онкологического диспансера. Капитально отремонтировано 34 медучреждения. Построено 15 ФАПов. Теперь, по словам губернатора, необходимо работать на перспективу, чтобы еще улучшить качество жизни рязанцев во всех сферах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».